1 мая президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой побывали на отдыхе в Верховине, очаге гуцульской культуры, который находится за 150 километров от Ивана Франковска. Зеленский посетил музей гуцульской магии. Хозяин музея подарил президенту Трембиту – музыкальный инструмент, являющийся символом гуцулов. Украинский лидер с супругой также посетили кинодом-музей «Тени забытых предков». В этом доме жил и работал режиссер фильмов Сергей Параджанов. Также были опубликованы фото, на котором Зеленский запечатлен в Верховине с разными людьми. Накануне президент поздравил украинский народ с Пасхой. Зеленский обратился к украинцам, отметив, что многие вынуждены отказываться от богослужений из-за карантинных ограничений. «Но нет ничего плохого в том, чтобы праздновать воскресение Христа дома, а не в церкви», – подчеркнул президент. «Праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Но в этом для нас нет ничего страшного, скучного и тем более греховного. Потому что это и есть исполнение христианского обязательства, а именно заботы и любви к своему ближнему», – сказал Зеленский. Он также призвал не забывать солдат, отмечающих этот светлый праздник на фронте, с оружием в руках, защищающих независимость Украины, и врачей, которые борются с коронавирусом. «От всей души я желаю вам, чтобы все ваши родные, близкие и любимые были здоровы, были счастливыми. От всего сердца я приветствую вас с праздником. Я желаю всем приятного отдыха, солнечной погоды и вкусной Пасхи. Пусть Пасха наполнит наши сердца большой силой и добром для великих дел. Пусть Пасха принесет вам большую радость, надежду, любовь, согласие и достаток. О нашей Украине большой мир», – добавил президент. После непродолжительного отдыха президент намерен посетить Польшу и встретиться с президентом Анджеем Дудой. Встречный визит Дуды в Киев ожидается в августе во время торжеств ко Дню независимости Украины. Также экс-нардеп Надежда Савченко, пытающаяся хоть как-то подпитывать свою угасающую популярность, решила креативно поздравить украинцев с праздником Пасхи. Савченко разместила в своем Facebook-видео, на котором она стоит на подмостке, в бордовом платье ниже колена, сапогах и белом шарфе, и звонит в колокола. «Христос воскрес, воистину воскрес, с Пасхой православной, вкусной Пасхи», – подписала Савченко видео, размещенное в соцсети. Этим поздравлением Савченко, естественно, прорекламировала свою политическую деятельность, и у нардепа есть сторонники. Правда, их, судя по комментариям, не так уж и много. Немало людей писали очень нелестные комментарии в адрес политика, напоминающие ей о завершении карьеры народного депутата от партии «Батькивщина». Сейчас Надежда Савченко активно пытается вернуться в политику, массово продвигая себя.